Задумаюсь на миг, когда представлю события, где вижу я Христа. Вот слышу восклицание, «Ассанна! Благословен грядущий! О, хвала!» Кому кричат торжественно и громко, одежды постилают, наклонясь? Вот он смиренно едет на осленке, не на коне, как царь земной или князь. А пальмовые ветви на дороге с хвалою простилаются ковром, ложатся под святые Божьи ноги, кого провозгласить хотят царем. Но тот, кто на осленке тихо едет, он знает, ненадолго это все. Хвала и восклицание стихнет скоро и поведет народ на крест его. Войдя в Иерусалим, заплакал горько. Весь город красовался перед ним, и слезы полились, как у ребенка, сказал. «Иерусалим! Иерусалим! Тебя хотел собрать я, будто мама птенцов своих, укрыть святым крылом, но гордость твоя Бога не узнала. Отныне остается пуст твой дом. Прощай, Иерусалим, ведь ты Мессию, сошедшего на землю, не принял. И слезы Божьи падали на землю. День посещения, жаль, ты не узнал. Как эхом раздавалось то послание, что плачет Бог, Мессия, царь, царей, а небо молча слушало рыдание. Ведь до Голгофы только пару дней. Хвала от Асана вот и отзвучала Царю-царей, сошедшему с небес. А боль, тоска, все душу содрогала. Ведь скоро ждет Мессию страшный крест. Задумаюсь на миг, когда представлю события, Где вижу я Христа. Вот слышу восклицание Асана, Но почему-то плачут небеса. Аминь.